так добрый день сегодня у нас будет тоже интересная тема тоже тема многострадальная тоже тема от которой я очень сильно страдал ну когда-то я смог себе найти вот подобное объяснение которыми я сейчас поделюсь сегодня будет речь идти о реактивном сопротивлении да я конечно эту тему изучал на немецком языке поэтому термин терминология русского языка мне не особо знакома но я сейчас тут так википедию загуглил посмотрел как это называется и сейчас постараюсь в двух словах объяснить чё это такое потому что вот это типа импеданс реактивное сопротивление обычное сопротивление у многих в самом начале может возьми может возникнуть диссонанс и непонимание чё это вообще за хуйня и с чем ее едят до обычное сопротивление она вроде как все понятно а вот что такое импеданс и вот это вот хуйня это немножечко уже как бы абстрактное объяснение на википедии как бы я начал читать и там понятно что нихуя не понятно в общем сейчас в двух словах да скажем что такое импеданс импеданс это не не что иное как по сути комплексное число комплексное число у нас состоит из реальной части то есть обычной и мнимой части да то есть две части так вот импеданс это сумма скажем в двух саду я сейчас так упрощенно двух сопротивлений обычного сопротивления которым обозначается да и вот этого реактивного сопротивления до сумма обычная плюс реактивная реактивная она всегда идет как мнимая часть да почему она мнимая сейчас я вам объясню чё это блять за чё это за хуйня по крайней мере мне после этого вот моего так как я себе это объяснил мне стало жить намного легче поэтому ребята специалисты кто там шарящих теме тоже можете написать свое мнение в комментариях может я ошибся хуя знает все может быть так вот ребята в чем отличается обычное сопротивление от реактивно ну опять же реактивное то есть вот это как были час по-русски то называется блять сейчас скажу емкостное сопротивление это с конденсатором и индуктивное сопротивление это когда на катушке все так вот в чем главное главное отличие между вот этой хуйней и обычным сопротивлением ома да так вот на обычном сопротивлении идет потеря энергии то есть она сопротивление и на нем выделяется тепло до нем теряется энергия а на реактивном сопротивлении на той же катушки или на том же конденсаторе она как бы является сопротивлением в переменном до токе мы сейчас речь идет о переменном токе сорян забыл уточнить да она является сопротивлением но там нет потери энергии то есть если мы конденсатор возьмем поставим в сеть переменного тока то что произойдет она будет являться сопротивлением и там уже в зависимости от частоты там она будет больше или меньше но на нем не будет потери энергии в виде тепла поэтому она является как бы таким реактивным сопротивлением ну то есть она необычная то есть вот это главное отличие также и с катушкой принципе все да то есть когда у нас вот это импеданс получается реальная часть плюс мнимая часть на мнимой части нет потери энергии а на реальной части есть вот и все как бы по крайней мере мне вот такое объяснение я дохуя тоже информации когда-то пересмотрел на эту тему все и мне вот это объяснение как бы кристаллизовалась вот из всего того что я увидел услышал и прочитал мне по крайней мере после этого стало жить легче не знаю как вам ладно все не стоит благодарности подписывайтесь на канал ставьте лайк а я пошел что-нибудь посмотрю по телевизору до